ЗВОНОК В ДВЕРЬ Будьте добившись успеха своим трудом, умом, знаниями, собственными силами и поддержкой близких. Это программа о ярких и сильных личностях. Я очень хочу, чтобы их пример вдохновлял и вас на свои победы и достижения. Как добиться успеха вы узнаете прямо сейчас. Судьбоносные шаги бывшего электрика и спортсмена. Розенбаум сказал мне, знаешь, брат, если до 36 лет ты не обредилишься, то все, каранты. Трудный выбор Олега Митяева. Он спросил, стоит ли ему идти в актеры. Я сказал, не стоит. И он не пошел. Теперь он говорит, что я ему помог в жизни. Удары судьбы как испытания на прочность. Когда он ее писал, он мне рассказывал, он плакал. Неповторимый стиль обычного человека. Митяев не предмет моды. В нем есть и лиризм, и ирония. Опасные увлечения, особенные друзья. Теперь можно забивать. Я надеюсь, что после этого ты не забьешь все. Восхищенные поклонники, благодарные коллеги. Талантливый человек, который делает что-то такое, что другим людям нравится. Вот секрет успеха. Бывает так, что человек годами не догадывается о своем предназначении. И год за годом проживает как будто не свою жизнь. Так и было в судьбе Олега Митяева. До тех пор, пока однажды на лекции он в задумчивости не написал строки, которые изменили всю его жизнь. Итак, как все начиналось, узнаем из нашего следующего сюжета. Сегодня стихи Олега Митяева сравнивают ни много ни мало с творчеством Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы. А вот почти 40 лет назад уроки русской литературы совершенно не привлекали внимания маэстро авторской песни. Как вообще вы учились в школе? Я ужасно учился в школе. Я вообще ничего не понимал. Я шел и радовался, что у меня только колы и двойки. И когда первый раз мне поставили четыре, я принес и показал своему другу. Смотри, говорит, четверку наконец-то. Он говорит, эта учительница написала 4 октября. Чтобы выяснить, есть ли способности хоть к чему-нибудь у сына двоечника, отец рабочий Челябинского трубопрокатного завода отдал мальчика в местный дворец культуры. Причем практически во все кружки сразу. Рисование, цирковой кружок. А еще был дворец спорта рядом. Я заодно прошел все секции. И я думаю, что это очень полезное занятие для того, чтобы определить, что ты не на что негодяй. То есть вы все время были в поиске, искали себя с детства? Да, да, да. Ну что, и тяжелая атлетика, и гребля, и плавание. Поиск продолжился поступлением в Челябинский монтажный техникум. Тогда специальность техник-электрик казалась дорогой в будущее. Однако, несмотря на радужные перспективы, нужно было зарабатывать. Сначала он трудился дворником, а на старших курсах по специальности – монтажник. Кроме того, Олег продолжал заниматься плаванием. Он даже стал кандидатом в мастера спорта. Я вставал в 5 утра, ехал в этот бассейн и, значит, плыл там 2 километра. Потом шел на практику, тянул этот кабель. Во время обеденного перерыва там на ватнике я падал и просто спал. Меня будили, я опять тянул этот кабель. И при этом пытаясь, чтобы работали те мышцы, которые мне пригодятся в плавании. Потом шел на вечернюю тренировку. И тренировался весь вечер, приходил, падал спать. Во сне я тоже плыл. Спорт, техникум и работа. Любой человек назвал бы этот период своей жизни как минимум трудным. Любой, но не Олег Митяев. А вообще первая трудность в жизни какая у вас была? Как мне неловко перед людьми, честно говоря. Вот, ну не было трудностей. Можно сказать, что все само собой получалось. Ну, видимо, как-то да. Само собой пришло и первое увлечение гитарой. Потом уже подошло время обаять девчонок. И мы начали. Летним зноем вдруг станет стужа. И мы все на одной гитаре, передавая ее друг к другу, засекая 10 минут. Вот 10 минут ты занимаешься, потом передаешь. И когда ты смотришь, как делает другой, ты тоже очень включаешься в этот процесс. В процесс Олег включился настолько, что желание приобрести собственный инструмент стало мечтой. Мечтой, потому что денег с трудом хватало на самое необходимое. А гитара в список самых необходимых покупок никак не попадала. Я попросил у мамы потратить стипендию, чтобы купить гитару. То по рабоче-крестьянской этике обычно говорят так, ты сначала научись играть, а потом мы посмотрим. А ты думаешь, а как? А на чем учиться-то? Не знаю. Вот мы тебе купим сейчас инструмент, а ты и будет вон стоять. Нет, денег нет. Выход из замкнутого круга пришел в виде решения принять участие в художественной самодеятельности родного техникума. Олег до сих пор помнит первый выход на большую сцену. Мы пели песню там вдали за рекой, и баянист стоял за кулисами. Там вдали за рекой мы как дали. Зажигались огни. И вот баянист стоял за кулисами, потому что мы пели каждый в своей тональности, а он играл в своей. Ему было неудобно с нами, потому что мы в этом не особо разбирались, какая тональность, но у каждого была своя. И у меня всю песню дорожала правая коленка, и я все время хотел положить на нее руку, потому что, я думаю, заметно. А ее вот так бьет просто правую коленку. И кто-то в конце в зале сказал, что мне понравилось, они повторили первый куплет. То есть мы не спешили уходить, мы сделали программу, максимум выполнили. Нет, просто вот я помню свое ощущение, когда у меня первый раз я выходила на соревнования, я так переживала, что я стояла за кулисами, думаю, сейчас я убегу, меня никто не догонит, и все, я не буду выступать. Однако, несмотря на успешные выступления, собственного инструмента по-прежнему не было. И студент Митяев был вынужден в очередной раз обратиться к родителям. Правда, на этот раз запросы юноши были значительно выше. Была такая гитара, какая-то она была иностранная, даже не резоната, у нее была наклейка «Хотель Луник». Видимо, она из какой-то из Болгарии или была привезена, уже такая довольно потертая была. И вот у него появилась другая, а он эту продавал. Продавал чуть ли не за 20 рублей. Это же такие же обычные гитары стоили рублей 7, я стал уговаривать маму, и она в конце концов согласилась, я купил эту гитару. Потом я забрал ее с собой в армию, там выжигал на ней всякие звезды, большую медведицу и всякая, она была такая красивая. А потом ее сжег во дворе, потому что она меня разлюбила. Не гитара, а девушка, для которой я все так старался. Ира, если ты меня сейчас слышишь... К слову, в армию Олег Митяев не собирался вовсе. О том, что пополнить ряды защитников Отечества юноши не удастся, Олегу сообщил тренер по плаванию. Мне сказал тренер, не волнуйся, ты тренируйся, у нас сейчас областные соревнования впереди, поэтому даже не думай ни о чем. Вот я ни о чем не думал, тренировался, бегал, дыхалка, там выносливость, все. Вечером он мне говорил, ты знаешь, не получилось. Завтра утром с вещами в военкомат. И с одной стороны, конечно, это такая неожиданность радостная. А с другой стороны, я был, благодаря вот этим тренировкам, очень готов. Очень готов к службе в армии. Три года, проведенные в армии, сподвигли Олега задуматься о высшем спортивном образовании. Вернувшись в родной Челябинск, юноша поступил в Институт физкультуры. Специальность – тренер по плаванию. На очередной, а оказывается, существуют и такие лекции по плаванию, Олег неожиданно для себя самого набросал несколько строчек. И уже к концу занятия перед юношей лежал текст первой и по сей день самой известной песни Олега Митяева. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Думал ли я, что Иосиф Давыдович Кобзон на пару с Юрием Михайловичем Лужковым Будут на всех мероприятиях петь эту песню? Как отблеск от заката, костер меж сосен пляж. Как она стала популярной? Абсолютно без меня. На фестивале я ее спел на Эльменском. И она как-то так разошлась, что уже фестиваль в начале лета, а когда я шел на занятия осенью в институт через вокзал, и там стояла группа стройотрядовцев, и они пели эту песню. Я прошел мимо, подумал, ничего себе, подошел, так походил. Я не знаю все слова, главное, я походил, обалдеть, и пошел дальше. Очень скоро эту песню пела вся страна. А Олег Митяев продолжал выступать на фестивалях и предлагать слушателям новые произведения. Многие из них за считанные месяцы становились хитами. Но вот только никто не мог бы ответить на вопрос, кто их автор. А Олег тем временем продолжал поиск себя в родном Челябинске. Увельский район Челябинской области, пансионат «Сосновая горка». Я там работал культорганизатором. И мне там обещали двухкомнатную квартиру. И если бы дали, то, скорее всего, я бы там и работал сейчас. Вот. Спасибо всем, кто участвовал в этом процессе и не дал мне эту квартиру. Узнав, что у талантливого барда нет жилплощади, дирекция Челябинской филармонии переманила Олега Митяева на постоянную работу, соблазнив комнатой в коммуналке. Уже собирались в залы. Им было интересно взять этого человека и собирать все эти деньги и платить мне 11 рублей 50 копеек. А я-то был безмерно счастлив. Но не это главное. Они мне пообещали комнату в общежитии. И дали такие. Начались гастроли. Пришла первая популярность. Однако он прекрасно понимал, что исполнитель авторской песни не та профессия, которая сможет обеспечить достойное будущее. Олегу Митяеву было уже 30 лет. Стало очевидно. Пришло время принимать решение. Олег задумался о том, что красный диплом в институте – результат скорее не знаний, а актерской игры. Он просто играл роль студента, знающего предмет. И, судя по результату, играл успешно. Развивать же актерский талант Олег Митяев отправился в московский ГИТИС. Вот только жизнь в столице превзошла все его ожидания. Трудный выбор Олега Митяева. Он спросил, стоит ли ему идти в актеры. Я сказал, не стоит. И он не пошел. Теперь он говорит, что я ему помог в жизни. Его песни стали известны раньше, чем он сам. Друзья убеждали, пора переезжать в Москву. Талант пропадать не должен. Как встретила столица нашего героя, и кто поддерживал его на долгом пути к авторской песне – об этом наш сюжет. Итак, Олег Митяев приехал в Москву. Жить было негде, так что Барда приютил друг Константин Тарасов. Однако, несмотря на то, что Олег успешно поступил в ГИТИС и не жалел ни сил, ни времени на многочисленные пробы и кастинги, актерская карьера никак не складывалась. Я сам ходил там по Мосфильму, приходил к Петру Ефимовичу Тодоровскому и говорил, Петр Ефимович, вы посмотрите на меня. Вот если вам понадобится вот такое, вот я готов. Просто знаете, мне не давали никакого шанса. Было несколько шансов, ну что-то я там снялся, но это особо никуда не пошло. Очень скоро стало понятно, что Гамлета Митяев не сыграет никогда. Однако он никак не решался превратить увлечение авторской песней в дело всей своей жизни. Почти у каждого из нас бывает драма, она, казалось бы, решается легко. Я поступил в монтажный техникум и зачем-то его закончил. Я закончил институт физкультуры по плаванию. И я закончил театральный институт зачем-то. И ничего из этого не пригодилось. Он спросил, стоит ли ему идти в актера. Я сказал, не стоит. И он не пошел. Теперь он говорит, что я ему помог в жизни. И чем бы я ни занимался, мне все время как будто кто-то сверху говорил, ты пиши песни, у тебя все будет. Ел горбушку хлеба с сахарным песком. И ждал, когда... Возможно, Олег еще долго бы не решился всерьез заняться авторской песней, если бы на Ильинском фестивале не познакомился с женщиной, которая еще долгое время будет вдохновлять его на самые сильные произведения. Я просто оглянулась в кафе на человека, который вошел. Просто оглянулась. И вот что-то такое... Шарах, такая волния. И я поняла, что что-то будет. А что, как бы, не знала. И дождик летний капал, и земля парила... Эмоциональный всплеск и зарождающиеся чувства не замедлили отразиться на творчестве поэта. Именно в этот период Олег написал вторую песню, которой суждено стать популярной на всю страну. Накал, как бы, страстей был настолько высок, что я написала ему в письме, скорее бы, лето, потому что лето – это целая маленькая жизнь. И он, любя меня, как бы взял эту строчку, убрал одно слово «целое» и написал «Лето – это маленькая жизнь». Так что я – соавтор. Лето – это маленькая жизнь. Поросль тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету. А меня нету. Лето – это маленькая жизнь. С авторством роль Марины в создании второго хита Олега Митяева не ограничилась. Именно супруга очень точно подобрала исполнителей, посвященной ей песне. Я была на какой-то вечеринке, и там вот ребята выступали. И выходит абсолютно такой, ну, я представляю, сколько к нему подходит. И он такой, я говорю, ребята, вы молодцы, такие у вас хорошие песни там. Ага. Я говорю, а вы знаете, кто с вашими песнями? А кто? Я говорю, Олег Митяев, да? Да. Там какая-то такая была, после концерта, движение какое-то людей, масс людей туда-обратно. И вот я же не знал, кто она, какая-то девушка. Она говорит, жена Олега Митяева. И тут, значит, совершенно меняется человек в лице, говорит, кто? Я говорю, Олег Митяев, мой муж. Ой, ваш муж! Это были глаза полные счастья. Да это же мой кумир, да я мечтаю с ним познакомиться. Да я говорю, нет, я могу вам это устроить. Я учился, учился писать песни именно вот по песням Олега Митяева, поэтому некоторые песни похожи очень. Учился с какие-то рифмой, как со словом, ну правда, просто слушал и думал, блин, как же можно так вот вроде просто как-то так сказать. Просто и здорово. Лето – это маленькая жизнь. Так с легкой руки супруги Олега появился новый творческий дуэт. В общем, с появлением Марины в жизнь Олега Митяева пришло настоящее счастье. У него есть могучая защита, его собственная жена. Театральный, театральная наша чудесная Мариночка. Это было такое душераздирающее чувство, но это оказалось Болгинской осенью. Этому периоду, в этом периоде, все его лучшие песни, которые он сейчас произойдет, она является большим, так сказать, составляющим, серьезным составляющим среднего Митяева. Кроме того, благодаря супруге Олег остался близок к театру. Благодаря Марине я посмотрел все спектакли в Театре Вахтангова и во многих других театрах. Иногда не соберешься просто сходить, а потом ты выходишь в восторге просто и думаешь, как я жил без этого. Вы гордитесь своей женой? Конечно, конечно. Насыщенные графики супругов, к сожалению, не позволяют видеться так часто, как хотелось. Однако он очень старается не пропускать спектакли любимой женщины. Вот и сейчас Олег и Алина едут поздравлять с премьерой Марину Есипенко. Вы волнуетесь? Я? Да. Да нет, собственно, все-таки не моя, очень волноваться. Но за свою жену премьера все-таки. Конечно, я переживаю. Не досказано и не дослушано, сердце бьется другими вершинами, значит, все безнадежно разрушено. Счастье в личной жизни, безусловно, способствовало карьерному росту. И Олег принимает решение. Кремль. Стоит ли говорить о том, что для исполнителя авторской песни, для Барда, собрать зал в Кремле – задача практически невыполнимая? Кроме того, судьба преподносит Олегу удар, который еще долгое время будет лежать тяжким грузом на душе поэта. Сразу после рекламы вы узнаете, почему Олег Митяев предпочел изгиб гитары «желтой» в карьере киноактера. Удары судьбы, как испытания на прочность. Я давно писал, он мне рассказывал, он плакал. Вы смотрите программу «Шаги к успеху». Мы говорим об Олеге Митяеве. Сегодня он очень популярен. Его пластинки расходятся огромными тиражами. Его песни знают все. Со стороны может показаться, что он добился успеха, не прикладывая никаких усилий. Все сложилось само собой. Так ли это? Узнаем из нашего сюжета. Итак, концерт в Кремле. Олег Митяев готовится к первому выступлению на главной площадке страны. В то, что Барт Митяев соберет весь кремлевский зал, до конца не верил практически никто. Причем представители авторской песни. И именно что авторская песня. Собрать три дня в Кремлевском дворце сегодня, я не знаю, кто это может. Может быть, только очень. То, что когда-то называлось «кассовый гастролент». Ошеломляющий успех на фестивалях, не менее успешные гастроли и даже то, что имя Олега Митяева известно поклонникам всей страны, всего этого могло оказаться недостаточно для удачного выступления. И хотя сам Олег старался не показывать охватившего его волнения, переживал не меньше организаторов мероприятия. Концерт в Кремле, безусловно, был очень серьезным шагом вперед. В дальних мест я гулял по синим сумеркам без дна. Далеко не все эстрадные звезды сейчас собираются в Кремлевский дворец. Однако еще до начала концерта стало понятно. Все страхи и волнения оказались напрасными. В знаменитом Кремлевском зале свободных мест не было. Шесть тысяч человек в этот вечер отложили свои дела и пришли послушать авторскую песню в исполнении любимого барда Олега Митяева. Это была победа. Это было так и удивительно, и приятно, и довольно сложно эмоционально для него. Это такой накопительный успех. Это не успех ежесекундный. Митяев, собирая три дня полный Кремлевский дворец, продемонстрировал, что он на сегодняшний день востребован гораздо больше, чем многие так называемые звезды. Родина есть родина, лапти да махорка, так скроила матушка, и не перешить. А потом он попросил зажечь, в конце вечера зажечь мобильники. И вот эти зеленые огоньки в такт, понимаете, или качались. Это было единение нации. Я вас уверяю. Его песни способны объединить народ всей страны. Ему покорился Кремль. Он вообще не боится трудностей и легко преодолевает даже самые сложные препятствия. Однако и у него есть слабости. Есть в жизни Олега Митяева человечек, которому достаточно просто улыбнуться, чтобы знаменитый Барт исполнил любое ее желание. Дочка Даша. Обманула меня. Так меня это расстроило. Как вы узнали, что она вас обманула? Потому что зубная щетка была сухая, а она сказала, что она почистила зубы. Она сказала как-то неуверенно. Ну, я так немного почистила. Вот. Как ты могла немного почистить щетка сухая? И что? Просто на нее рассердился. Вот. Все. Вы знаете, да, я когда мне папу... Меня папа никогда не трогал руками, то есть не бил. Но если он рассердился или обиделся, это было страшное наказание. И хотя Даше Митяевой всего 8 лет, она уже мечтает связать свою жизнь со сценой. Стоит ли говорить, что и в этом начинании папа ее полностью поддерживает? Стояла за кулисами и сказала, папа, я пойду с тобой на поклоны. Он с легкостью сказал, пойдем. Он вывел ее, и, значит, она поклонилась. Она сказала, я хочу станцевать ему тут же на сцене. Даша подняла юбочку и стала танцевать вальс. Поклонилась, ушла за кулисы. И я думаю, что вот эту бациллу актерства, она, конечно, схватила. И, естественно, она хочет быть как папа, как мама. Она хочет быть поющей артисткой. Всего детей у Олега Митяева четверо. Причем все они так или иначе связаны с музыкой. Маша Савушка, он рэпер. Средний Филипп, он, получается, рокер. А Даша, я даже... Ну, а у нее любимая группа Ронетки сегодня. Вот, она безумно счастлива. Недавно была на концерте. Но они все вынуждены слушать авторскую песню. И знать, кто такие была. Так у Джава Розенбаума, Висбор. Так что к авторской песне, а уж тем более к творчеству папы, младшее поколение Митяева относится очень серьезно. Как-то они все собрались, и я говорю, что-то не пишется. Такая была пауза, потом один говорит, ты чего это, отец? Пиши давай, мы с этого живем. Прекрасная семья, полные залы. Он достиг успеха и был абсолютно счастлив. Однако 7 августа 2005 года судьба преподнесла Олегу Митяеву роковой удар. В нелепой автокатастрофе погиб близкий друг и однокашник Михаил Евдокимов. Смерть Миши Евдокимова, его друга, с которым он вместе учился, она его сподвигла на такую песню, как мужик. Когда он ее писал, он мне рассказывал, он плакал. То есть он отдавал самые искренние и самые сильные эмоции. А когда вложено то, что он вкладывал, это все возвращается зрителям. Это наша сильнейшая, я считаю, его песня. И когда он поет, люди просто в зале плачут. И я это видела не один раз. Все свои чувства, переживания и боль Олег как творческий человек выражает в текстах. На самом деле, чтобы понять Олега Митяева, нужно просто очень внимательно слушать его песни. Если вы хотите понять смысл, вы будете слушать слова. А если вы хотите понять суть, вы будете слушать звук. Звук Митяева абсолютно индивидуальный. И мне лично он очень годится. В нем есть все. Замечательное явление искусства. Я бы сказал, что ее уже нельзя назвать одним словом. Барт, композитор, поэт, исполнитель. Он все вместе взятый. И он нашел какую-то свою нишу. И его песни доходят до сердца практически всех людей, всех возрастов, всех национальностей. Изгиб гитары желтый. Ты обнимешь нежно, струна осколком эхо. Пронзит тугую ввысь. Качнется купол небом. Большой и звездно-снежный. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Отлично! Какой бы ни была концертная площадка, будь то многотысячный зал или место у костра на фестиваль авторской песни, его стиль всегда неповторим. Об этом наш следующий сюжет. Сегодня Олег Митяев собирает кремлевские залы. Его песни давно стали народными. Он добился ошеломляющего успеха. Однако это никак не отразилось на его образе. Гардероб Олега Митяева по-прежнему больше подходит к песням под гитару у костра. Он, как и 20 лет назад, носит не то, что модно, а то, что удобно. Для вас вообще важен стиль? Нет. Как-то... Мне как-то это все равно. Я так вот, в принципе, что попало, одеваю. Олег не считает, что успешный человек должен выглядеть стильно. Мне кажется, и машина... Ничто не украшает человека, кроме как то дело, которым он занимается. И если это что-то стоящее и кому-то нравится, то очень многие могут пренебречь одеждой, автомобилем, какими-то лейблами. Ну, это уж совсем как-то, мне кажется. И даже к выбору сценических костюмов Барт непривередлив. Я, если я иду мимо магазина, я уже тогда зайду, я думаю, все равно придется идти. Все равно придется идти, ну, что-нибудь куплю. А что предпочитаете в одежде? Ничего. Вот, вы знаете, ну, у меня абсолютно это вот... Я не знаю даже, что я предпочитаю. Я вот, ну, попроще, вот черный, не потому что, чтобы не стирать, да? Вот я на концерт надеваю костюм, поглаженные брюки и, значит, черные блестящие туфли. Я это делаю только для того, чтобы никто не отвлекался от песен. В целом, подобное небрежное отношение к собственной внешности очень выгодно сочетается с классическим образом барда-лирика. Вот Митяев и сразу встает этот образ. Капитан, обветренный, как скала, и как здорово, что в землю здесь сегодня собрались. Митяев не предмет моды. В нем есть и лиризм, и ирония, нет ерничества совершенно. Он такой лирический герой. Да и безразличие Олега Митяева к тенденциям моды нисколько не влияет на впечатление, которое он производит на подруг и поклонниц. Когда было его 50-летие, он специально, я думаю, каждому дню похудел на 10 килограмм, чтобы выйти на сцену кремлевского дворца. И когда он вышел на сцену, то все женщины в квартире взяли так. В отличие от поклонниц, друзья ценят в Олеге в первую очередь общительность и гостеприимство. Он любит интересных людей. Все, кто на данный момент чем-то интересен, так и знают, что ты его увидишь у Митяева. Он их просто отлавливает, стреляет по ногам и затаскивает к себе. Он обожает приглашать на застолье. Причем у меня это уже в хронику вылилось. Вот несколько раз я получал приглашение на шашлыки. И каждый раз что-то у меня не получалось, причем каждый раз я собирался. И вот буквально несколько дней назад я вот здесь был в ремерке, и я уже был одет в костюм, чтобы подниматься и играть в спектакль. И в этот момент звонит Олег и говорит, Геннадий, а вы где сейчас? Я говорю, я сейчас в театре эстрады в костюме Наполеона. Он говорит, жалко. А после того, как вы проиграете в Атерлоу, вы можете приехать? По мнению друзей, Олег душа компании, потому что к каждому находит свой подход и, кроме всего прочего, обладает врожденным обаянием. У меня есть две цели в жизни. Вот я все-таки прожил довольно большую жизнь, но все-таки желание, два желания. Первое желание – попасть к Митяеву на сольный концерт, и второе – попасть к Митяеву на шашлыки. Дело друга для него важнее, чем собственное дело. Это вот тоже, это так, это всегда характеризует только настоящую другу. Вот Митяев вошел, и этот угол на минуточку стал светлым, как будто солнышко засветило. И как вокруг солнышка, вокруг него собираются друзья и родные. Тем более, что с Олегом никогда не бывает скучно. Дело в том, что помимо творческой деятельности, у Барда немало захватывающих, а порой просто опасных увлечений. Сразу после рекламы вы узнаете, зачем Олег Митяев коллекционирует пиратские диски, и какое опасное увлечение порой смущает его родных. Опасные увлечения – особенные друзья. Теперь можно забивать. Да, давай. Я надеюсь, что после этого ты не забьешь все-таки. Мы снова в студии программы «Шаги к успеху». У Олега Митяева имидж доброго, улыбчивого и невероятно спокойного человека. Именно поэтому его хобби кажется неожиданным. О необычных увлечениях Олега Митяева наш следующий сюжет. Олег Митяев – душа компании. За его столом собирается вся столичная элита. Он как магнит притягивает друзей врожденным обаянием и ярко выраженной харизмой. А при упоминании его имени встает образ лирического героя, который поет о добром и вечном. Только вот никто и не догадывается, чем Барт Лирик занимается в свободное время. Хобби Олега Митяева сочетается скорее с образом отъявленного рокера. Есть в нем что-то зловещее. Хобби у меня страшное. Страшное хобби. Когда это хобби к вам пришло, это страшное? С детства. Когда я видел, как метают ножи, мне это очень нравилось. Я поэтому все ножи дома заточил, открывал дверь в кладовке и учился это делать. Фильм «Великолепная семерка» Олег посмотрел еще в детстве. Очень скоро стало понятно, что мальчику очень нравится подражать ковбоям, и что покупкой новой двери в кладовку дело явно не ограничится. Я спорил с братом, что я попаду в крестовину на окне. Таким образом я разбил массу стекол, научился их вставлять. Практическую пользу от необычного хобби Олегу Митяеву удалось ощутить только на первом году службы в армии. В армии мне это пригодилось. По вечерам мы поднимали от спортивного снаряда помост, перевертывали и бросали, кто выиграет. А я уже был подготовленный человек и снимал весь банк, и утром к нашему столу все несли масло. Есть у Олега и более безопасные увлечения. За долгие годы сценической деятельности он накопил немало забавных записок из зрительного зала. На каждом концерте Барт устраивает конкурс на самые остроумные творения. Записки победительницы Олег печатает в сборниках песен и нередко зачитывает на концертах. Я учусь в третьем классе. Нам часто задают учить стихотворения на свободную тему. И каждый раз я учу ваши стихи. За одноклассницу получил пять в осеннем Барке, тоже пять, а за стих, когда проходят дни запоя, пять с двумя плюсами. Учительница сказала, что это стихотворение я прочел особенно проникновенно. Записки из зала не единственное увлечение, которое внесла в жизнь Олега концертная деятельность. Олег Митяев весьма оригинальным способом борется с пиратством. Он буквально отбирает у поклонников некачественные CD и меняет их на лицензионные диски. Пиратская же продукция, в свою очередь, пополняет коллекцию Барта. Прикупила ваш диск лучшие песни. Почему-то с изображением Леонида Ермольника. В зале? За кого автограф дадите? Вы знаете, я вам дам два диска, если это пиратский диск, которого у меня нет. Потому что они так оформляют. Но с Ермольником еще не было. Коллекционирование пиратской продукции, записки из зрительного зала и метание ножей. Завершает же список хобби знаменитого Барта увлечение русским бильярдом. Катать шары Олега научил ни много ни мало Эльдар Александрович Рязанов. Я имел жуткую, так сказать, неосторожность. Он не умел играть на бильярде. Я его привлек. В результате у него здесь на даче бильярд. И он здесь у нас такой бильярдный клуб. Мы регулярно играем. Возможно, Олег никогда и не взял бы в руки Киев, если бы в один день не набрался наглости позвонить в дверь соседа по дачному участку. Раздался один раз здесь, на даче. Нам звонок в дверь. И незнакомый голос говорит, это, говорит, Олег Митяев, можно к вам зайти? Я говорю, ну заходите. Говорю, я несколько терапевт. Потому что новым интеллигентным обществом так не принято, да, понимаете. Это все равно, что познакомиться с барышней на улице. Однако, познакомившись с соседом поближе, легендарный режиссер отечественного кинематографа простил Олегу бестактность. Бильярд для Олега Митяева – это в первую очередь повод встретиться с интересными людьми. Кроме того, очень многим хочется приехать и обыграть сложившийся спортивный дуэт. Рязанов-Митяев. Хотя и он себя всегда ругает. Какой я плохой хозяин. Опять я обыграл гостя. Вот то, что он так переживает, это мне в нем нравится. Мне выйти? Нет, почему? Надо, чтобы кто-нибудь когда-нибудь о тебе сказал правду. Я могу сказать, что когда слушаешь песни Дитяева, то встает самое главное – образ автора. Благородного, честного, невероятно порядочного, достойного и талантливого человека. Это самое главное. Это не выдумаешь, не подделаешь, не сочинишь, ничего с этим не попишешь. Теперь можно забивать. Да, давай. Я надеюсь, что после этого ты не забьешь все-таки. Вот она благодарность. Олег катает шары всего около года, но уже проявляет себя как игрок активный и азартный. Такое есть понятие шары. Мы поняли насчет того, как он себя ведет. Это тысячная доля тех выкриков, которые происходят. Шары еще катятся, да, когда ты не попал, а оказывается, еще два шара могли зайти. Несмотря на то, что поэт и исполнитель в дуэте Олег, авторство слова «Митяевщина» принадлежит Эльдару Александровичу. Вот он бил эту, да, лузу, а попал шар в ту, потому что дурак, понимаете, это и у него шары эти дураки, которые... Он в ту сторону не бьет, а они падают. Это называется у нас «Митяевщина». Единственное, о чем друзья искренне жалеют, так это о том, что количество сыгранных партий могло быть значительно больше. Виной тому насыщенные графики занятости. Дело в том, что останавливаться на достигнутом Олег Митяев не собирается. На сегодняшний день он старается как можно больше времени уделять работе над своим новым проектом. Чем занимается Олег Митяев помимо записи новых песен и выступлений? И почему известный певец решил заняться литературой? Обо всем этом узнаем сразу после рекламы. Восхищенные поклонники, благодарные коллеги. Талантливый человек, который делает что-то такое, что другим людям нравится. Вот секрет успеха. Самый известный бар Тарасини собирается останавливаться на достигнутом. Он активно занят в деятельности своего благотворительного фонда, организует фестивали авторской песни и сотрудничает с исполнителями других жанров. Но самый главный проект Олега Митяева еще впереди. Об этом наш следующий сюжет. Он собирает кремлевские залы. Его песни давно стали народными. В его доме собирается вся столичная элита. А при упоминании его имени возникает классический образ барда-лирика. Олег Митяев, безусловно, достиг успеха. Но в его графике по-прежнему не хватает места на регулярные встречи с друзьями. Во-первых, он принимает участие в деятельности благотворительного фонда Олега Митяева в Челябинске. Основное направление – помощь молодым талантам. Я участвую, знаете, на таком уровне, когда надо из кого-то выбить деньги или, значит, поговорить с губернатором. Они проводят фестиваль «Открытие». Это открытие Челябинской области во всех, в общем-то, видах искусства. И рокеры, и классическая музыка, и джазмены, и хоры. Они выискивают лучших представителей, потом выпускают диск или как-то помогают им. У самого же Олега более глобальные планы. Он задался целью приобщить население страны к классике и трудится над созданием литературного проекта на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Давид Федорович Тухманов написал песен на стихи Пушкина. Нашли себе соратника в лице Вениамина Смехова и Марины Исипенко, которые будут читать стихи. Говорить об актуальности, а главное, о необходимости этой затеи, увы, не приходится. Посреди Москвы 10 лет назад, к 200-летию, висел гордый плакат. Было написано как бы перстами Пушкина, средь шумного бала случайно подписано Пушкин, нарисовано все. А слова Алексея Константиновича Толстого об этом не догадались. А вот над тем, насколько популярным станет проект, задуматься стоит. Главный вопрос в целевой аудитории. Вот нас приглашают в Октябрьский, то есть это тысячи людей в Питере, в Кремль, это 6 тысяч. Может быть мы выйдем с этим камерным жанром к огромной аудитории. Митяев привлекает многотысячную массу людей, которые, может быть, и никогда в жизни Пушкина не считали. Безусловно, авторам в первую очередь интересно творческая составляющая проекта. Однако, учитывая степень популярности Олега Митяева среди молодежи, можно с уверенностью говорить о просветительской миссии будущего выступления. Если я начинаю, как театральный сторожил, отговаривать Олега замахиваться на большую аудиторию, то Олег гасит мои сомнения словами, ну, мы же договорились, что это просветительская акция. Конечно, это правда. И здесь я развожу руками. Кроме того, даже музыка Давида Тухманова рассчитана в том числе и на молодежную аудиторию. Я считаю, что это какой-то уникальный проект. И та музыка, которую он написал на стихи Пушкина, это настолько неожиданно. То есть все понимают, что это что-то будет классическое, скрипично-рояливый какой-то вариант. Ничего подобного. Там есть и... Нет, рэпа, по-моему, нет, но какие-то очень современные такие есть стили, музыки. Презентация проекта запланирована на весну следующего года. Хочется верить, что это мероприятие пройдет успешно, как и все, за что берется Олег. Так в чем же секрет успеха Олега Митяева? Если что-то не то происходит в твоей жизни, значит, ты неправильно распределился. Я думаю, что он попал в свое время. Именно его песни, которые пишет Олег, необходимы сейчас людям. Кремлевский зал он собирает, потому что магнит его таланта и обаяния таков, что сползаются все, со всех концов. Талантливый человек, который делает что-то такое, что другим людям нравится, вот секрет успеха. Мне очень нравится, что он остается самим собой. Он и застенчив так, как я его видел очень давно. Он очень хороший, какой-то даже, я бы сказал, беззащитный тон в его песнях, обращенных к нормальным людям, с нормальными словами. Он человек очень хорошей пробы, настоящий, понимаете? Он настоящий друг, настоящий человек. И когда он о чем-то пишет, о каких-то переживаниях, это всегда происходит с позицией хорошего человека. Митяев очень, очень лиричен в том, что он делает. Причем это не слюни, это не сопли, прошу прощения. Нет, это вот настоящая лирика бардовская. Я хочу пожелать ему надолго сохранить желание выходить на сцену. Я хочу пожелать Олегу, чтобы до конца его дней гитара не раздражала его. Потому что, конечно, он живет в окружении людей, и огромное количество людей с ним общается. Но гитара его самое верное существо. Пускай не обижаются его близкие. А в чем секрет успеха Олега Митяева? Что считать успехом, я до сих пор не знаю. Может быть, мой успех – это то, что я не сделал ничего плохого. Наверное, это самый большой успех. Но, скажем, такого явно какого-то плохого. И на душе от этого светло. Свет сольется в щелку, дверь тихонько щелкнет, Лифт послушно отсчитает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже. То, что в доме не наточены ножи. Он сделал много хорошего. Ведь во всех его песнях каждый узнает и, конечно, будет узнавать самого себя. Ведь Олегу Митяеву еще очень много есть, что сказать своим слушателям. Ну вот, пожалуй, и все. Или почти все. Потому что история успеха Олега Митяева продолжается. И будет продолжаться, пока есть вдохновение и рождаются новые песни. Пришло время успешных людей на канале РЕН-ТВ. Я Алина Кабаева. Смотрите нас и верьте в себя. Редактор субтитров А.Семкин